Здравствуйте, в эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях астролог Светлана Абрамова. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Анна. В преддверии Нового года очень хотелось бы у вас узнать о традициях, через которые нужно пройти, может быть, для встречи Нового года, и о том, что нас ожидает в следующем году. С чего начнем? Если о традициях, то этот год желтой собаки, он связан с энергией земной стихии. И в силу того, что земля – это у нас стихия такая достаточно тяжелая, инертная, то начинать подготовку к этому Новому году надо, что называется, прям вот уже начинать. Уже там пора убирать квартиру, что-то там какие-то делать, какие-то уже там продумывать, что мы будем ставить на стол. Потому что иначе в самый последний момент мы просто-напросто не успеем, или что-то получится комом. То есть вообще наступает вот сейчас такое время, когда мы все свои действия должны или написать себе план всех этих действий, или продумать все до мелочей. Иначе, если как бы делать все, вот, так скажем, в самый последний момент, у нас просто-напросто мы не получим того результата, на который мы рассчитывали. Эта тенденция у нас сохранится на ближайшие два с половиной года. То есть вот сейчас с подарками надо идти, покупать, заранее все делать. Да, и еще лучше, если эти подарки, то есть вот опять тенденция года такова, что можно спросить у человека, а чего бы тебе хотелось? То есть, понимаете ли, не вот то, что там вот креатив какой-то, креатив вот, он сейчас не проходит. А все очень серьезно, все очень обоснованно, обдуманно и как бы вот без легкомыслия, что называется, подходить. Собака, она далеко не легкомысленное животное. Даже йоркширские терьеры – это очень серьезные собаки. Сейчас уходит год, получается, который нес в себе, если можно так сказать, стихию огня, да? Сейчас земля наступает. Чем могут различаться 2017-2018 годы? В 2017 году было много событий, которые были внезапными. Резко, жестко, были какие-то там теракты. Ну, вот в Америке там без конца стреляли в людей. Применялось, часто применялось оружие. А как вот наступает Новый год, получается, что наступает некое такое затишье, наступает как бы некое перемирие. Вообще, когда стихия земли оказывается вот так вот у власти, то стихают даже локальные военные конфликты. Наступает вот некое такое равновесие. Оно, конечно, очень шаткое, и оно там все равно будет каким-либо образом нарушаться. Но начинается какой-то мирный договорной процесс. Ненадолго. На два года. Да, на два года. Но, тем не менее, там будут что-то обсуждать, как-то встречаться. Но, как правило, вот в годы, когда вот земля находится, начинается экономическая война. То есть вот война такого плана заканчивается, а политика вся переходит в сферу экономики. И тут вот начинаются опять какие-то вот такие подковерные игры, где мы кому-то что перекроем, кого-то не пустим, объявим что-то достаточно негодным или еще что-либо. Но, в частности, в нашем-то как раз случае, все-таки, я так понимаю, что все-таки вот этот момент с санкциями, как-то там придут к какому-то консенсусу. Все-таки вот Сатурн, он дает возможность разрешить все это достаточно мирным путем и все-таки начать какой-то другой немножко процесс. Еще многих волнует проблема малого бизнеса, например. Вот как бизнесменам в следующем году, через год, как они смогут чувствовать? Дело в том, что следующий год – это год вообще большой, тяжелой, напряженной работы за небольшие деньги. То есть на большой прибыль в следующем году рассчитывать не приходится. Стихия Земли, она долго накапливает, так же долго она отдает. И тут можно брать разгон, можно что-то начинать новое. Это очень, кстати, будет даже хорошо. И если вот начать в следующем году какое-то новое дело, оно там со временем просто-напросто наберет обороты, и это будет хороший стартап. То есть можно хорошо что-либо начинать, продолжать, опять же, уже начатое. Но на большие доходы, надеяться, не приходится. У нас следующий пик доходов – это будет только лишь через 2-3 года. Там мы дойдем до какого-то более-менее привычного нам благосостояния, которое у нас там было перед началом кризиса, что называется. То есть многим придется трудиться для того, чтобы накопить… Набрать, да, какой-то опять потенциал, набрать какую-то массу. Но эти вот как раз 2 года – это годные высших достижений. У многих людей это могут быть карьерные достижения, занятия каких-либо постов. Нужно опять заявлять о себе, стремиться всему миру показать, на что я способен, как я могу, каким потенциалом я обладаю, и не бояться этого делать. Не бояться брать ответственность на себя. Это сейчас очень приветствуется. Если разделить 2018 год на несколько этапов, как вы это периодически делаете, то как можете описать начало года? Начало года будет как продолжение года 17-го. И там будут свои проблемные такие ситуации до весны фактически. С весны будет чуть-чуть поспокойнее. И вот как раз то, что у нас выборы назначены на март месяц – это одно из таких событий года, после которого наступит некое затишье до осени. И осенью там опять будет какой-то бурный такой достаточно период до конца года. И вот то, что у нас выборы назначены именно на март, я так понимаю, это время выбрано не случайно. И это опять как сохранение каких-то определенных родов тенденций, чтобы, видимо, был выбран тот же самый лидер, чтобы все осталось на своих местах, что называется. Вот. Вообще, как бы, стихия земли, она очень не любит никаких перемен. И вот когда наступает, вот опять же, какой-то вот управитель года, он вот находится в земной стихии, год он такой немножко медленный, но это такое поступательное движение к каким-либо достижениям. А что касается любовной сферы, отношений, вот как будет развиваться ситуация в 2018 году? Сейчас кто-то встречается. Ну, собака, животное очень верное. И для тех, кто находится в браке, это время как раз подумать о том, что вот союз вот проверяется как раз на крепость уз брачных. Этот год был отмечен рядом разводов, и как бы там новые пары как бы были созданы, в том числе и у многих знаменитостей. Этот год будет проверять это все как раз на крепость семейных уз. И вот этот момент верности, то есть вот насколько человек может быть верен своему слову, верен своему партнеру, верен своему делу, вот для него потом наступает некая как награда. То есть вот слово верность в этом году носит особый такой характер. А кто только решит вот связать с ним с браком? Здесь надо как раз подумать над тем, что собака – это животное, которое оно человеку, в общем-то, очень верно служит и очень часто сидит на цепи. Характер брака, заключенного в этом году, брак может быть удачен, но большого счастья, там небо в алмазах в этом браке не будет. То есть, да, человек будет надежный, стабильный, но занудный и, возможно, скучный. Поэтому надо очень хорошо подумать, с какого партнера мы хотим видеть с собой рядом. То есть даже можно и по расчету удачно выйти, да? Можно, но это как раз тот самый брак, в котором вот всё размеренно, всё как вчера, сегодня и послезавтра, всё будет то же самое. Что касается деток, которые родятся в 2018 году, сейчас многие мамы беременные. В силу того, что Сатурн у нас уже перешел в знак Козерога 20 декабря, то вот в 2018 году рождаются дети с хорошими лидерскими качествами. Дети, которые будут ставить цели, у которых очень самостоятельно будут достигать поставленных перед собой задач. Причём очень часто эти задачи не будут как бы состыковываться с родительским каким-то планом жизни. Эти детки всегда очень чётко прописывают родителям, я хочу вот это, не хочу вот это, мне вот этого не надо, я буду вот так. Родители просто бывают в совершенно растерянном состоянии, он себя ведёт как маленький старичок. Это как раз вот Сатурн в Козероге очень часто таким деткам даёт такое ясное, чёткое, логическое мышление. И умение ставить цели и достигать их. Так что это дети-администраторы, руководящие работники. Если мы возьмём все знаки зодиака, которые существуют, под которыми рождаются люди, да, какова судьба вот различных знаков в грядущем году? Что светит овнам, рыбам, как? Вот наиболее интересен этот год будет для Козерогов, Водолеев и Львов. У них могут быть самое большое количество достижений. Интересен также этот год для Скорпионов. У них возникает ряд новых возможностей. Весы как раз, вот весы и тельцы, у них возникают новые возможности в плане, ну, если так можно выразиться, каких-либо. Вообще, как бы новые финансовые возможности открываются перед всеми. То есть, вот там где-то с весны можно подыскивать новое место работы, открывать новое дело. То есть, вообще у нас будут посещать такие мысли, каким образом, где мы можем улучшить своё материальное положение. У раков могут быть сложности со здоровьем, в частности, колени, спина и суставы. Раки и рыбы. У них вот им надо очень беречь ноги, да. А также сложности могут быть у дев, близнецам. Тем вообще всегда всё хорошо. Они в каком-то отдельном мире живут, мне кажется. Да, и в вдалии. Ну, вдалии у них вот тут тоже, у них своя задача в этом году стоит. Они тут будут достигать. Они тут не с близнецами. У близнецов им всегда всё весело. Вот. Им всегда всё интересно, любопытно. Вот. Они везде и нигде одновременно. Что касается ретроградных планет, я знаю, что они большое влияние на нас, на всех оказывают. Вот в этом году, допустим, у многих помутнился разум. В начале весны, по-моему, в конце зимы все захотели вернуться к старым отношениям, к старым партнёрам. Ну, это был как раз вот этот момент ретроградного Меркурия. И причём этот ретроградный Меркурий, он шёл по знаку Стрельца. Особенно вот то, что сейчас как раз было с 3 декабря вот по 23 декабря. В следующем году что? В следующем году у нас будет Венера ретроградная, она там будет у нас в конце года. И у всех будет подозрительность. Все будут, да, там вообще у нас в следующий год там будут такие страсти-мордасти в плане именно того, что выслеживать друг друга, там выискивать всякие, да, там вот, что там, кто там, с кем там, понимаете. Почему как раз вот слово верность имеет особое значение. Это в следующем году в конце? Да. Да, да, там вот в начале года будет оппозиция Венеры с Марсом, и в конце года будет ретроградная Венера. Но зато, как всегда, на ретроградной Венере, если мы с кем-то поругались, мы можем вновь встретиться, и опять всё будет хорошо. На какой-то срок. Хотелось бы узнать тогда, как же всё-таки подготовиться к встрече Нового года, действительно ли, встречая жёлтую собаку, мы должны обращать внимание на привычки собак, как это всё связано? Ну, кстати, вот в интернете уже даже тортик в виде косточки появился, очень полезный. Всякие салатики в виде собачьих мордочек. Ну, а где где-то дух собаки, что ли, сидит и всё это видит? Как это вообще всё, на самом деле? Нет, но это же как, это же 12 животных пришли к Будде, и каждому из животных Будда дал по своему году, когда животное, становясь правителем этого года, посылало людям некие благие дары. То есть, если мы сейчас задружимся с собаками, оденем наших любимцев в колпачки во всякие весёлые одёжки, мы с ним задружимся, и таким образом весь год нам будет счастье. То есть, это действительно так, вот как бы некий дух собаки действительно где-то присутствует. Поэтому всех бродячих собак надо подкармливать в наступающем году. А на столе собак не любят морепродукты, рыбу, поэтому этих вещей как можно меньше. Заливной из рыбы собаки вообще терпеть не могут. А вот мясо, особенно с косточкой, вот что-то такое, это они очень любят, обожают, поэтому как можно больше мясных нарезок, мяско на столе должно присутствовать в этом году. И в силу того, что собака, она служит человеку, мы встречаем этот Новый год дома. Потом, пожалуйста, можем идти куда-то гулять, там что-то ещё. Но изначально всё-таки важно собраться в доме, чтобы потом вот этот дух домашнего, как бочега, человека поддерживал в течение всего года. Мало того, у нас же там 1-31, а потом же у нас сразу идёт такой праздник, как Рождество. И эти зимние праздники, они всеми очень любимые, и мы без них жить не можем. Они приносят пользу людям, заряжают как-то? Конечно, конечно. Во-первых, это отдых, это начало опять Нового года, и мы всегда на эти праздники делаем какие-то ритуалы, мы там придумываем, каким образом мы что себе, какие-то задачи ставим на Новый год, загадываем какие-то желания. Это всегда всё сбывается. Прорисовываем. Да, как мы к этому подошли, так, собственно говоря, у нас оно и будет. Поэтому, если кто-то там в салате лицом лежал, ну что поделать. Упустил свой шанс. Я поняла. Действительно получается сказочная ночь. Вот ещё буквально один вопрос о том, как надо выглядеть в этот вечер, что надо надеть на себя. В этот вечер жёлто-красно-коричневая гамма. И в силу того, что жёлтый цвет земли, он всегда связан ещё с золотом, ну, желательно, чтобы украшения были, если уж там не золото, хотя бы бижутерия просто золотистых оттенков. Вот. Вот. Если будут блестящие платья, ещё лучше. Вообще сейчас тенденция этого года – быть заметным, обращать на себя внимание. И вот этот вот момент как раз вот львиный «я есть», посмотрите на меня. Вот. Каждый человек может задуматься о том, как себя улучшить, что в своём имидже изменить, как себя преподнести ещё миру и собой украсить мир. Хорошо. Спасибо вам большое, Светлана, за столь поучительный экскурс в следующий год. Хотите что-то пожелать нашим телезрителям? Хорошей встречи. Нового года. Спасибо. Это была программа «Городские встречи». Увидимся с вами в эфире или на нашем официальном сайте город62.tv. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова